Детско-юношеская спортивная школа Бийского района на протяжении 40 лет воспитывает спортсменов. В селе Лесном располагается лыжная база, биатлонная трасса и стрельбище. Отметим, что это единственная лицензированная трасса для биатлонистов Бийского района и Бийска. Вместе с новичками здесь тренируются и олимпийские чемпионы. Ежедневно занятия проходят две группы возрастные. Малыши, это дети от 5 лет, ну и где-то до 10, занимаются три раза в неделю, понедельник, среда, пятница. И основная группа – дети постарше, в том числе уже есть и кандидаты в мастера спорта, и перворазрядники, взрослые дети, которые занимаются шесть дней в неделю, со вторника по воскресенье. На лыжную трассу в Лесном выходят взрослые, а также здесь проводятся соревнования. На протяжении десятилетий, по словам жителей, проблему движения транспорта решали просто. На зимний период железные ворота закрывались, но последние четыре года и летом, и зимой ворота приходится держать открытыми. Проблема, с которой мы чаще всего сталкиваемся, это вот федеральная дорога, ну, которая вот два перешейка, да, тоже входит в эту трассу. И у нас вечно дилемма, да, что ее должен чистить трактор по закону, а нам это получается неудобно, мы потом каждый раз вынуждены ее реставрировать, потому что трактор просто ковшом ломает, да, часть трассы, а это, ну, тоже неотъемлемая часть этой трассы. Дети ездят и, ну, считай, получается просто две дыры. Кроме того, живописный спуск Катуни на территории спортивной школы в Лесном привлекает не только спортсменов, но и туристов. Видя впереди открытые вороты, расчищенную дорогу, многие спускаются в лес на автомобилях, но вязнут в снегу. Вызывая на помощь трактор снова и снова повреждают лыжню. Закрыть проезд на данный момент невозможно, ведь внизу находится жилой дом, которому должен быть обеспечен доступ не только для собственников, но и в чрезвычайных ситуациях для машин специализированных служб. Дорогу мы перекрыть не можем. Альтернативным проездом может стать дополнительный съезд к реке, дорожное покрытие которого необходимо привести в должное для эксплуатации состояние. И только после этого на зимний период территория спортивной школы станет закрытой для посторонних посетителей. Ну а пока вопрос о перекрытии дорожного движения через спортивный объект остается открытым, как и сами ворота спортшколы. Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. Будни.